всем привет хочу сделать небольшое видеообращение особенно ко всем кто ездит в самаре и самарской области есть плохая тенденция выход из строя гидрокомпенсаторов из у нас за второй день уже три машины со стучающими гидрокомпенсаторами с маленькими пробегами первый автомобиль рено флюинс мотор к 4м фазированный пробег чуть больше за 70000 километров ремень грим здесь уже менялся на холодную жесткий стук гидрокомпенсаторов второй автомобиль nissan almera g15 с мотором к 4м но не фазированный мотор у нас нет фазорегулятора пробег чуть больше 120 тысяч километров ремень менялся то есть 130 где-то ремень на 120 менялся стук не только на холодную но и на горячую из давления масс у нас норме гидрокомпенсатором конец по причине пока причина всегда в принципе одна и та же сейчас когда я снимем я разберу один гидрокомпенсатор с этой almera nissan чека и один гидрокомпенсатор с флюинс и посмотрим что случилось да и almera у нас на almera установлен газобаллонное оборудование поэтому мотор будет исключительно чисто скорее всего проблема будет у нас в масле так друзья по флюинс у нас поступила информация клапан фазорегулятора сетка полностью закоксована непонятными частицами сейчас поскоблим попробуем что-то выяснить блин может бен с конечно такой сратой завезли у нас потому что очень много обращений непонятно вообще а есть очиститель чтитель всему голова сетку прям снимать надо замачивать вообще-то сратая в кашу причем сам мотор то на флюинсе не особо сратый как клапан но масло обязательно замерить в принципе топливо у нас в масло попадает в таком приемлемом количестве то есть она в реально ухудшает свойства масла и продукты сгорания также попадают в масло которые из камеры сгорания тоже какие-то части точно попадают эти части вот могут потом вот так вот сказываться на ресурсе гидрокомпенсатор поэтому выбирайте заправки с умом и масло покупать желательно конечно проверенном месте проверенные массы вот для сравнения состояния головки бензиновый флюинс имеется ввиду без гбл и идем к альмере всем к альмере пробег больше на альмере между прочим просто она на газу просто она на газу так друзья сейчас такой важный момент чтобы ролик не был пустышкой чтобы все-таки какая-то интересная информация в нем было не просто поглазеть как гидрокида меняют без всего процесса и сейчас небольшая проблема в которой столкнулись человек который меняет гидрокомпенсаторы проблема заключается следующем он перепутал распредвалы так вот смотрите можно конечно ориентироваться сразу взять себя в руки и вот ориентироваться на метки которые у нас стоят посередине то есть две метки рядом как с кулаком тут две метки поодаль вот но лучше ориентироваться другим методом все-таки мало ли какой-нибудь китайский распредвал с неправильно нанесенными метками будет и сейчас я расскажу как лучше правильнее будет ориентироваться так у нас сначала задача какая у нас верхняя мертвая точка стоит что такое верхняя мертвая точка это так сжатие первого цилиндра на это и надо опираться счет цилиндров идет от коробки поэтому первый цилиндр у нас возле коробки далее когда у нас мы выставляем зажигание выставляем метки так сжатие первого цилиндра и мы знаем что у нас распредвалы имеют вот это вот прорезь она с эксцентриком эксцентрик правильно ставится когда мы выставляем в мт первого цилиндра на так сжатие эксцентрик должен немного вниз смотреть по-другому короткие полукольца должны смотреть вниз давайте теперь зная эту информацию не думая сначала берем распредвал кладем вниз а я тебе тут насрал вот я положил допустим впускной как я пока полукольцом вниз вот так вот это будет выглядеть вот смотрим что у меня что у меня с кулаком с кулаками кулаки у меня на впускные клапана которые открывают впускные клапана смотрят вверх то есть они у меня только что только прошли другая вот они прошли у меня такт впуска ушли сюда и сейчас здесь так сжатие так сжатие да смесь сжалось произошел искра также это смесь сжалось искра произошла вы видите что у меня кулаки немножко вот так разжат то есть у меня по идее после такт сжатия рабочий ход и должен начаться такт выпуска то есть такт выпуска у нас должен быть кулак ближе по часовой стрелке чем впускной поэтому вот эти я сейчас положу распредвалы неправильно если мы перевернем если мы перевернем и делаем по-правильному короткие полукольца вниз вот мы видим у нас по кулакам прошел прошел такт впуска соответственно сейчас так сжатие и начнется такт выпуска правильно поэтому оставляем распредвал в таком положении вот на флюенсе на самом деле все гораздо проще потому что мотор у нас имеет фазорегулятор и распредвалы очень сильно друг от друга отличаются во первых датчик положения распредвала считывает с впускного раз фазорегулятор ставится на впускной распредвал 2 у них разная форма то есть на на выпускном шпилька торчит гайка и шкив прикручивается на впускном болтом прикручивается также на выпускном у нас стоит как это кулак кулак торможения выпускного распредвала вот этот квадрат как его называют ну а суть такая же если не смотреть на все эти формы суть такая же короткие полукольца когда мы кладем их на головку они должны смотреть вниз кулак выпускного выпускного распредвала должен быть наклонен вперед а кулак впускного распредвала должен наклонен быть зад если мы делаем так сжатие первого цилиндра надеюсь я доходчиво объясню просто я не люблю когда начинают а какой распредвал на каком впуске две метки или на выпуске вот начинают про эти метки не нужны метки смотрите на кулаки и знаете как полукольца должны сидеть тогда будет стопроцентный результат правильной установки мой 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 а у вас вода фирмы аксион аксион рулет так друзья альмера у нас почти собрана но она быстрее собралась не она а вот этот тип который лежит над ней он ее собрал быстрее тоже детали были все а гидриков гидрокомпенсаторов не хватило уже на флюенс поэтому сейчас наверно масло до сливаешь и будем уже потом запускать естественно первый запуск без масла так друзья ну и как я обещал я обязательно вскрою гидрокомпенсатор сальмеры вот мы сейчас возьмем мерные стаканчики вот нет 33 хватит это вот так вот приходит новый гидрокомпенсатор они заправлены маслом с ними делать ничего не надо просто ставим я выберу три самых убитых сальмеры и соответственно три самых убитых выберем с флюхи вот процесс установки гидрокомпенсаторов от профессора ну вот этот вот вздох тяжелый сначала такой так а где гидрокомпенсатор с флюенс а так друзья я как и обещал я сейчас отложу три самых вшатанных гидрокомпенсатора с флюенс а они у меня будут в большой коробке флюенс побольше и три самых вшатанных компенсатора от альмеры она будет коробка поменьше так сначала смотрим вот ветошь у меня тут я кстати красивая ветошь пожалуйста и на раз когда ветошь берешь так радуешься какой-то малыш носил когда-то как называется ведь клубничка наверно коричневела порой эх так флюенс что мы тут имеем что мы тут имеем сейчас чем-нибудь выберем вот плохо флюенс на холодное стучал не на постоянку на обмере я думаю попроще будет говно выбор спущенный опущенный так один другая подклинивший у нас там скорее всего будет потом короче по два будем отбирать один подклинивший именно верхний поршень по кругу туго очень круто и прям так застревает если они его должны там спокойно когда вот она меня вращается отходит маленький отдать должное вот на газу они реально они прям мягче крутится свободнее на флюенс там на самом деле пару гидроконденсаторов было так туговато еще отберем какой-нибудь пусть будет вот так ну а сейчас возьмем сначала от флюенс и из большой коробки так вот это вклинивший я его замучаюсь разбирать лучше вот этот который стучал у нас так чтобы более-менее безопасно разобрать хоть я не рекомендую их лучше конечно заменить зажимаем вот кончик потом входит берем плепсовер и резким и пытаемся резко вот так сдергиваем у нас задача сдернуть со стопорного кольца которая у нас расположена на верхнем поршне принципе это когда они прям закоксовываются так что прям встает масло вот даже в кольце вот сейчас если посмотреть ну там нет там кокса не видно здесь вот немножко заходит на вряд ли камера туда возьмем до короче есть там срань на самом деле вот теперь у нас задача нижний поршень изъять учитывая что он подклинил подклинивает он пойдет не совсем глазинку вот такими движениями вот он у нас выходит потихоньку так что мы здесь видим вот я самый кайф во первых вот оттуда вылетает вот окалена вот такая напрям из гидрокомпенсатора вот если пружинку посмотреть внимательно не тоже вот 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 прям на рост вот вот он жесткая какая-то хрень прям продукт продукт сгорания вот фокус вот отсюда у нас гидрокиты и встают и вот как это называется я забыл но одна из частей клапана крышка крышка клапана вот сейчас мы разберем там у нас будет шарик и пружинка и вот под ними тоже будет пружинка осталось там ну короче видно тут еще дерьмо есть присутствие вот я прям собрал прям иглой собрал меня вот 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 иглой собрал видите а собрал я вот из из-под крышки самого клапана пружина у нас осталось здесь вот там тоже самое присутствует мусор то есть большому счету если вы мыть все очистителем тормозов желательно как фирма аксион промыть вот и тогда будет результат он будет работать какое-то время то есть редко когда износ редко когда износ поршня редко когда реально прям сам шарик раковина раковина в шарике образовывается можно даже подумать и смотреть чтобы он ровненький блестел не был матом тогда все клапан будет работать гидрокомпенсатор вас будет работать но кто же будет разбирать тогда и перебирать его еще вымыть это надо все кропотливо 16 штучек так хорошенько потому что иглой промывать от соляр на самом деле ну вот как вот мы из мелкой кружинки вот из этой вы моим соляр и вот таким образом весь кокс как со стенок вот он отойдет вот из этих где вот из угла поршня вот отсюда вот весь кокс тоже надо собрать это в принципе солярки невозможно что друзья а у нас альмера готова к запуску поехать чет где-то скучно был так друзья на самом деле гидрок один какой-то не хочет прокачиваться хотя они наполненные все мы их не спускаем перед установкой как правило ставишь запускаешь эффект прям сразу то есть они прям сразу не встречат здесь еще чет не как не прокачает какой-то друзья после первой сборки у нас проблем произошли некоторые за стучали короче гидрики проблема оказалась гидрики были какие-то поддельные бракованы сейчас вот новые привезли уже другого производителя это машина тоже зависла сейчас заново будет все собирать когда запустим двигатель послушаем как работает результат покажем на флюисе тут такая же тема оказалась короче партия была вся бракованная сейчас тоже и ну ставим новые пришли и запускаем смотрим результат так вот интересная ситуация значит у нас все три коробки это у нас а ешные гидрокомпенсаторы с одинаковым каталожным номером внутри то они все разные абсолютно у них и высота разные конста конструкции конструкционно они по разные то есть разные гидрики маркировка на них другая но и был принято решение не рисковать мы заказали инновские на все одинаковые там они вроде хотя бы одинаковые сейчас все будут менять и результат будет продемонстрирован что друзья поставили нормальные гидрики инновские нормальные нет мы сейчас проверим блин как на золото еще говорю вот машина моего подписчика вот хотелось сделать все идеальненько да а попались на левые гидрики теперь будем умнее теперь каждый гидрик будем вообще даже новый вот который инновские приходите их сравнивать между собой с оригинальными сравнивать все досконально игру вот на тех гидрокомпенсаторы которые привезли у них центральный верхний поршень который давит на рокер именно у него отверстие как отпечаток пальца то есть они все абсолютно раз нету одинаковых то есть это явно я не знаю может какой-то китаец сверлит сам у него гузомер сбит где-то отверстие не кругу они много овальная как будто рука дрогнула в общем сейчас все поставили собрали естественно с новыми материалами со всеми сейчас будем делать пробный запуск антифризика бы еще налить ну запускаем автомобиль поехали ну ё-моё а вот небо и земля просто я сейчас специально просто красота сразу никакой прокачки нету у них не надо их ничего газовать греть просто эффект моментальный и шикарный тишина и мотор просто ровненько работает я чё можешь сказать по поводу гидрокомпенсаторов которые ты первый ставил хорошо спасибо ну это конечно пипец так друзья я думаю что она аль мере будет подобная ситуация но попросим петра чтобы он заснялся мне вот это конечно вот очень сильно бесит и раздражает то что вот чтобы ставить деталь нужно ее 300 раз перепроверить новую упаковки но это пипец вообще чему мы катимся что будет дальше то есть надо брать только проверенные детали и желательно вот где вам их будут ставить там и берите вот тут вот человек у нас купил мы поставили не не заработал мы исправили ситуации все своими силами ну единство что человеку пришлось еще немножко подождать друзья пожалуйста поставьте лайк этому ролику я надеюсь он вам кому-нибудь да пригодится не забывайте подписываться на канал и писать комментарии что вы думаете по поводу качества за частей пока ну что друзья вот и черед аль меры пришел первый запуск а